Немцы из Porsche надумали эффектно отметить четвертьвековой юбилей модели Boxster. По этому случаю будет выпущена специальная версия актуальной машины, стилизованная под первый концепт 1993 года. Чтобы добиться определенной схожести, добавили к кузову декор медного оттенка, а салон получил бордовую отделку. Всего будет выпущено 1250 юбилейных Boxster, каждый из которых может быть черного, белого или серебристого цвета. Основой для юбилейного тиража послужило 4-литровое исполнение GTS. На выбор доступны шестиступенчатая механика или семиступенчатый робот, а в список оснащения включены адаптивная подвеска, самоблокирующийся дифференциал и многое другое. Продажи уникальных машин стартуют этой весной. Притом российский офис Porsche поспешил назвать цену новинки. Она оказалась на миллион выше, чем просят за обычный родстер Boxster GTS. А теперь немного философии. Когда Ford фактически покинул Россию, сохранив только коммерческие модели, многие посчитали это политическим решением. Но по факту за новые стратегии стояла лишь беспристрастная экономика. Доказательство тому – известие из Бразилии, где голубой овал разом остановил местные заводы – автосборочный и моторный. Соответственно, 6 тысяч сотрудников потеряют работу, а гамма моделей будет состоять строго из привозных машин. Еще одной потерей станет закрытие марки Троллер. Последняя выпускала любопытные рамные внедорожники, собранные из фордовских деталей. Более того, в прошлом году крохотная фирма даже представила новую разработку под названием DX4. Тем удивительнее, что боссы концерна надумали сохранить исследовательский центр, испытательный полигон и штаб-квартиру. События со знаком «плюс». По информации инсайдеров, Opel готовит целую гамму мощных моделей со знаменитой приставкой OPC. Напомним, что такие машины некоторое время назад исчезли из линейки бренда. Правда, возрождение суббренда пройдет по нестандартной программе. Отныне приставку OPC смогут получить лишь мощные исполнения опелевских электромобилей. И первой моделью из возрожденной гаммы станет батарейная версия Mokki.